Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Всех приветствую! Всех, кому уже полюбились эти священные чудесные руны, которые помогают нам проживать каждую неделю гармонично. Я вас всех приветствую! Благодарю! Всех, кто присоединяется, благодарю за то, что вы делитесь. Этой информацией со своими друзьями, подругами, знакомыми. Ну что ж, настало время немножечко уединиться, взять время, тайм-аут от всех для себя, уединиться в это пространство, священное пространство рун из библиотек матери. И я вас приглашаю в свою студию к себе в гости. Усаживайтесь поудобнее, возьмите чашечку чая или стакан воды, расслабляйтесь и представьте, что горят свечи, они приятно ласкают ваш взгляд. Вы можете также зажечь свечи в это время или можете зажечь, например, аромалампу с любимыми вашими эфирными маслами, как делаю я всякий раз, когда хожу в пространство священных рун из библиотек матери. И на самом деле это пространство вариантов, это общение с Высшим Я, с нашим Высшим Божественным Я, которое нам может много открыть, которое нам может открыть такие вещи, которых мы, может быть, не замечаем или могли бы не заметить. И вот эти принципы, космические принципы Вселенной, каждая руна, она олицетворяет какой-либо принцип Вселенной, какое-либо состояние. Они нам направляют, помогают на протяжении каждой недели жить и действовать, творить, любить в соответствии с намерением Творца и быть в синхронизации, быть в согласии с тем, что хочет для нас наш Творец. И на самом деле наша жизнь становится менее проблематичной, в ней решаются проблемы как будто бы сами по себе. Некоторые вещи мы можем очень быстро решить с помощью вот таких, такого руководства, которое у нас каждую неделю мы делаем. Поэтому расслабьтесь. Сейчас я буду тянуть руны и потом в состоянии потока. Конечно же, при поддержке ангелов рун, потому что у каждой руны есть свой ангел, который курирует эту руну. И я буду в потоке вам говорить интерпретацию на следующую неделю. Что нас ждёт, какие события, предупреждения, какие действия надо сделать, ну или чего может быть избежать и не делать, подождать. Вы также можете просто закрыть глаза, довериться высшим силам, своим ангелам-хранителям, просить, чтобы они присутствовали в этом пространстве вместе с нами, здесь и сейчас, и я тяну эти руны уникальные, которые считывают информацию с семи полей восприятия или семь полей наших реальностей. В хронике Акаши, где есть ответы на все вопросы и информация обо всём, что мы задумаем, что для нас важно, вы также можете перед данным прогнозом создавать своё намерение на следующую неделю, свой запрос. И в согласии с этим запросом, конечно же, вы получите ответ именно для себя, персональный ответ. Вы услышите то, что действительно посылают вам высшие силы. Каждый услышит что-то своё, каждый интерпретирует эту информацию в согласии со своей высшей истиной. И вот у меня уже седьмая библиотека и седьмая руна. Седьмая библиотека и седьмая библиотека и седьмая руна. Вот вам тоже так же могу показать. Это первые две руны. Одна руна у нас перевёрнутая. Выпала. Я объясню, что это говорит. Это следующие две руны. Тоже одна руна перевёрнутая. Также руны считывают информацию на плоскости наших энергетических каналов. Следующие две руны. И последняя руна. Вот такая из седьмой библиотеки. Ну что, сейчас я войду в состоянии потока здесь и сейчас. Соответственно, посмотрим, о чём нам хотят сказать. Перевёрнутые руны. Ну, неделя, она такая у нас будет, знаете. Не очень, не однозначная неделя. Почему? Потому, что у некоторых, у многих, по крайней мере, из вас проиграется такая ситуация эмоциональной нестабильности. То есть, вы будете себя чувствовать, будут перепады настроения как в одну, так и в другую сторону. И немножко будет колбасить. Даже вот так бы я сказала, да. Почему может возникнуть такое настроение и состояние на следующей неделе? Ну, во-первых, у нас с вами очень скоро, да, вот получается не очень скоро, а 26-го, 26-го мая будет солнечное затмение. А перед этим затмением, и оно как раз всегда происходит, полнолуние, да, перед этими днями, особенно когда полнолуние с затмением солнечным, вместе, это, знаете, в два раза сильнее всё происходит. То есть, наши эмоции накалены до предела, любые ситуации, они происходят более как-то вот мощнее, да. То есть, и на нас это действует ещё более. Если эта ситуация, например, какая-то неприятная, то будет раздражение, стресс, вот такое. Поэтому, вот такая неделя, да, неделя затмения. Но, знаете, всё-таки высшие силы нам говорят о том, что надо обязательно поддерживать оптимистический настрой и фокусировать себя на создании своей собственной личной реальности посредством создания поля радостных ожиданий. То есть, не позволяйте никому и ничему, ни каким-то новостям, ни каким-то событиям разрушить ваше поле радостных ожиданий. Вот, ожидайте лучшего, а не худшего. Соответственно, настраивайте таким образом своё сознание. И здесь также руны на эту неделю, неделя связана у нас как раз ещё и с Меркурием, который у нас в ретроградную фазу входит. Она говорит о том, что лучше не начинать чего-то нового, а всё-таки вот этот процесс созревания продолжать. То есть, развивайте то, что было начато вами когда-то с нежной заботой. Это фаза созревания. То есть, когда в ситуацию надо добавить немножечко энергии. То есть, лучше не начинать чего-то совершенно нового, а всё же лучше продолжить уже то, что вы когда-то начали, может быть, оставили по какой-то причине. Вот развивайте то, что было начато когда-то с нежной заботой. То есть, очень хорошо продолжать какие-то дела, продолжать какой-то проект, который, может быть, когда-то вы оставили. Очень хорошо заканчивать дела, но не начинать чего-то новое. И также высшие силы нам советуют вернуться к изысканной простоте. В чём? То есть, эта неделя должна пройти без излишеств. Знаете, потому что вот эта руна выпала у нас на физическом уровне, материальном. То есть, это уровень тела нашего физического. Ну и так далее. Она выпала перевёрнута. А это говорит о том, что очень будьте аккуратны, умерены во всём. В еде, да? В каких-то своих желаниях. То есть, не действуйте сильно импульсивно, не действуйте спонтанно. Вот такая умеренность должна присутствовать. И вернитесь к изысканной простоте. О чём это говорит? Это ровно, что, может быть, подумайте, может быть, что-то лишнее есть в вашей жизни, что вас тяготит, мешает, избавиться надо от этого. Да, может быть, это лишние вещи. А может быть, надо какие-то продукты убрать из рациона. То есть, пересмотреть своё питание и сделать его более простым, полезным, но питательным. Вот это как раз здесь вот такой совет. То есть, ещё и по здоровью. Ну и, несмотря на те события, которые могут происходить, они могут происходить достаточно эмоционально. Также и любое выяснение отношений может происходить достаточно эмоционально, так как полнолуние, да ещё и затмение. Руна советует легко относитесь ко всему в вашем окружении. И тогда жизнь принесёт вам новые возможности. Вот понимаете, в чём дело? Доверяйте свету своего ума и любви в вашем сердце, чтобы достичь благоприятных результатов. Я прямо хочу действительно попросить ангела этой руны Хилспа Бит, Хилспа Бита, ангел, для того, чтобы он нам помог создать такое состояние на следующей неделе относиться ко всему в нашем окружении легко, с лёгкостью. Не воспринимайте всё чересчур серьёзно, потому что это может сыграть не очень хорошую, да, такую с вами вещь. То есть, ваши эмоции, они на пределе, они могут быть наколены, и неправильное восприятие может сподвигнуть вас к какому-то неправильному шагу. То есть, отнеситесь легче к происшедшему, легко, и жизнь принесёт новые возможности. Доверяйте свету своего ума. Ещё раз хочу я эти слова произнести. Свету ума, да, ум у нас как раз электрический, да, это вот свет, это электрический компонент, и любви в вашем сердце. А любовь – это магнитный компонент. Наше сердце – это женская составляющая наша. То есть, вот понимаете, да, вот это взаимодействие и ниянь в нашем теле, в нашем организме, в нашем духе, чтобы достичь благоприятных результатов. То есть, всё-таки, неделя для нас будет достаточно положительная, несмотря на всё, что потрясёт немножко, да, и сохраняйте безупречность, и будьте непоколебимо верны жизни в гибкости раскрытия высшей истины текущего мгновения. Такая интересная очень формулировка, да. непоколебимая верность жизни в гибкости раскрытия высшей истины текущего мгновения. То есть, находясь здесь и сейчас, не беспокоясь о будущем, чересчур, да, вот убирая эти беспокойства лишние, вы будете сохранять гибкость и непоколебимую верность жизни. Соответственно, жить станет легче, жить станет веселей. Оптимистичное настроение, следующая руна, она нам об этом и говорит, что сфокусируясь на том, на поле ваших радостных ожиданий, да, вы создаёте свою реальность. Как раз посредством создания этого поля радостных ожиданий. Прекрасная руна, смотрите, да, такая оптимистическое настроение, несмотря ни на что. И будьте чувствительны к нюансам. Объединённое поле внутренних и внешних сенсоров. Что происходит? Сейчас происходит, что работают уже не только наши внешние пять органов чувств. Это слух, обоняние, осязание, вкус. Но у нас сейчас активируются внутренние органы чувств, так называемые сенсоры. Внутренние сенсоры. Увеличивается наша чувствительность к жизни, наша чувствительность к происходящему. То есть мы становимся более сенсорными и чувствительными. Это, конечно же, очень хорошо, потому что здесь у многих могут раскрываться определённые способности, которые до этого у вас спали. Поэтому будьте чувствительны к нюансам наших внутренних и внешних сенсоров. Это уже вот такая прекрасная руна. То есть вот действительно у многих будут такие происходить интересные метаморфозы, когда вы почувствуете, что что-то меняется у вас внутри и снаружи. Ну и, конечно же, мне бы хотелось выделить вот особо вот эти три руны. Пусть эти руны будут для вас на следующей неделе талисманами, чтобы вы в этом состоянии могли проживать свою жизнь, чтобы легко устранили из жизни всё ненужное, отжившее, вернувшись к изысканной простоте. То есть привычки убрать, какие-то, может быть, вредные даже. Соответственно, быть в потоке, относиться легко к ситуациям в вашем окружении и получать результаты, да, быть в доверии к свету своего ума и любви в вашем сердце. Ну и следующая руна «Оптимистичное настроение», она говорит сама за себя. Прекрасный вот такой у нас, да, активационный получился став рунический для вас. Делайте себе скриншоты, вы можете взаимодействовать с ангелами этих рун и также с символами каждой руны, которые, этот символ, он будет активировать в вашей жизни вот именно это состояние. Это то, что нам понадобится на следующей неделе. Желаю вам действительно, несмотря на затмение, несмотря на то, что будут эмоциональные такие качели, вы справитесь, вы сможете настроить, да, поддерживать оптимистическое настроение, легко относиться ко всему в вашем окружении и развивать то, что было вам и начато с нежной заботой. Дело, которое, может быть, когда-то вы оставили по какой-то причине. Вот вспомните, что это было и попробуйте снова взяться за это и развивать. Желаю вам успехов, радости, любви, вдохновения и до встречи на новых прогнозах. Жду вас с нетерпением. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...